Трудно себе представить, но вот это остановка. И люди, выходя из автобуса номер 6, попадают прямо на проезжую часть. Далее я в растерянности, куда идти. Либо по проезжей части, либо вот здесь, между машинами. Пойдешь сюда, можно попасть под машину. Пойдешь между машинами, можно просто покалечиться. Пенсионерка Олимпиада Пауна часто выходит на этой остановке. Самой уже 80 с хвостиком. Она еще и помогает пожилой женщине, проживающей на лесной улице. Привозит ей продукты. Говорит, сделать так, чтобы людям было удобно и безопасно, возможно. Если одну машину нельзя убрать, и тут дорожку. Просто дорожку. Не надо нам никакой крыши и всего. Просто дорожку асфальтированную, и человек пойдет. Там нет, тут можно эту дорожку проложить. Там нельзя эту, тут можно дорожку проложить. Просто оградить людей от транспорта, которые, вот видите, постоянно здесь идут. Местный житель Александр, хоть и предпочитает передвигаться на велосипеде, также считает, что условия для людей на остановке не созданы. Надо вот эти машины убирать, полицейские. И ставить на ту стоянку, которую там асфальтировали. Там места много. Сейчас, когда временно стоянка для личного транспорта сотрудников полиции закрыта, все паркуются, где посчитают возможным. Что еще больше создает неудобства для пассажиров автобуса номер 6, который, к слову, ездит хоть и по расписанию, но не так часто, как хотелось бы. Автобус ходит плохо. Значит, вот он ушел в 11 оттуда. Он уже там никого не берет, потому что едет в парк. Оттуда едет в парк. Дальше автобус идет. Час 13 только. Да, возможно, этот район не столь густо населен. Но здесь как раз живут в основном люди старшего поколения. Добраться в центральную часть, видного пешком, как молодым им непросто. Также сюда приезжают пациенты и посетители 24-й психиатрической больницы. Поэтому и удобная остановка с тропинкой, и удобное расписание автобуса номер 6 всем им крайне необходимы. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Фидное ТВ.